Сейчас коротко о главных событиях. Цены на нефть продолжили падение. ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в странах, не входящих в картель. В Великобритании естественная норма процента до сих пор остается у нуля. Теперь подробнее об этих и других сегодняшних новостях. Продолжение падения цен на нефть обусловлено принятым решением Центробанка Китая снизить справочный курс юаня на максимальное с 1994 года 1,9% и ростом добычи нефти в странах ОПЕК до максимума за три года, сообщает агентство Bloomberg. Цена фьючерса на нефть марки Brent на сентябрь на лондонской бирже ICE Future во вторник опустилась на 1,51 доллара до 48,90 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели на 1,78 доллара до 43,18 доллара за баррель. Народный банк Китая снизил курс юаня и предпринял шаги по либерализации национальной валюты, поскольку ослабление юаня ведет к удорожанию импорта всех видов сырья, номинированных в долларах, что может привести к сокращению закупок за рубежом. Добыча нефти странами ОПЕК выросла в июле на 100 700 баррелей в сутки, при этом добыча Ирана выросла на 32 300 баррелей до 2 860 баррелей в сутки, максимум с июня 2012 года. ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в странах, не входящих в картель в 2015 году на 90 000 баррелей до 960 000 баррелей в сутки и снизила прогноз добычи в 2016 году на 40 000 баррелей до 270 000 баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. Картель предполагает во втором полугодии незначительное сокращение добычи из нетрадиционных источников США и рост добычи на шельфе США за счет новых проектов. Прогноз ОПЕК по мировому потреблению нефти в этом году повышен на 90 000 баррелей в сутки, а прогноз на 2016 год оставлен на уровне 1 340 000 баррелей. Прогноз спроса на свою нефть в этом году ОПЕК оставила без изменений. Внимание! Важный тандем новостей ждет трейдеров завтра в 15.30 по московскому времени в США будет опубликован базовый индекс розничных продаж и объем розничных продаж. Результаты данных публикаций повлияют на тенденции движения американского доллара, что даст возможность заработка. Банк Австралии в своем долгосрочном прогнозе предполагает нисходящий тренд по паре евро-доллар. Не упускайте возможности, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Форекс Телевидение. С 9 утра по московскому времени. Каждый час новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максим Маркетс ТВ. Зарабатывай на новостях. Продолжаем выпуск. В Великобритании естественная норма процента после финансового кризиса ушла в глубокий минус и в настоящее время остается у нуля, несмотря на восстановление рынка после 2012 года. Об этом пишут экономисты Банка Англии в своем блоге Bank Underground. После финансового кризиса 2008 года естественная норма процента, представляющая собой ставку, которая соответствовала бы стабильному уровню экономической активности в стране, при неизменном уровне цен опускалась до минус 6%, считают эксперты Банка Англии. По их мнению, для того, чтобы естественная норма процента в Великобритании восстановилась до привычного долгосрочного уровня в 2,5%, потребуется как минимум несколько лет. Они также не исключают, что одним из последствий кризиса может быть снижение долгосрочной естественной нормы до менее чем 2,5%. Как сообщил Дэвид Майлс, один из членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, на августовском заседании рассматривался вопрос о повышении ставок уже сейчас, чтобы в будущем избежать необходимости быстрого ужесточения политики. Однако эту идею поддержал лишь один из девяти членов Комитета, и ставка осталась на рекордно низком уровне в 0,5%. Число закладок нового жилья в Канаде в июле снизилось до 193 032 единиц против июньского показателя в 202 338 единиц, свидетельствуют данные канадской ипотечной жилищной корпорации CMHC. Городские закладки в июле снизились на 5,9%, при том, что число многоквартирных городских закладок уменьшилось на 8,2%, а сегмент отдельно стоящих городских закладок снизился на 0,8%. Главный экономист CMHC Боб Дуган отметил, закладки нового жилья в Канаде были в повышательном тренде в течение последних трех месяцев, при этом прирост в закладках многоквартирных единиц компенсировал снижение закладок отдельно стоящих домов. Оптовые запасы в США в июне выросли на 0,9%, отметив самый большой прирост за год с апреля 2014 года, при том, что продажи продемонстрировали незначительный рост, сообщает Министерство торговли. Объем продаж увеличился всего на 0,1%. Рост запасов в июне говорит о повышении уверенности предприятий в отношении роста потребительских расходов и увеличения экономики. При этом аналитики отмечают, что если продажи не растут такими же темпами, как запасы, то избыточные поставки могут стать причиной сокращения заказов, что приведет к ослаблению роста. В июне оптовые запасы с учетом сезонных колебаний достигли 586 миллиардов долларов, что на 5,4% выше уровня прошлого года.